Добрый день, уважаемые зрители, с вами рубрика Мире Животных и я ведущий Кент ПК. Прямо сегодня, ребята, новое видео по читер-патрулю, потом прямо сейчас, если ты ждал, брат, я знаю, ты ждал, прожми огромный лайк и подпишись на мой канал, но если ты впервые, что же я тут делаю? Я смотрю на видео читеров и прямо на этом видео их наказываю, потом, братан, присаживайся поудобнее, не забудь подписаться, а мы поехали. Почему я вообще снимаю эту рубрику? Потому что много подписчиков не знают, как же банить читаку, и они их отправляют мне, ну а я, ребят, их отправляю уже, оформляем путёвочку на Бананово Строва. Так что, ребята, если вы знаете, где читак, то или баньте его через сайт разработчиков, ну или можете отправить его мне, я с ним тоже лично разберусь. Ну чё, почему мы погнали? Во-первых, ребята, хочу сказать, что я теперь официально не нуб, потому что у меня рангом мастер, понимаете, да, ребят? Пахнет киберспортом. Если бы не было чьи такого, ребята, я бы уже был легендой. Ну что же, прямо сегодня мы немножко о них поговорим. Ну как вам наш первый пациент? Я, скажу честно, уже очень интересно. Игра только начинается, а читак уже выбросил нож. Не, ну я, конечно, всё понимаю, братан, но это перебор. Не надо так делать. Посмотрите, просто посмотрите, у него уже бессмертие, то есть он вбрасывает ножи. У него бессмертие. Я просто в шоке. Зачем так порть игру? Посмотрите, побежал! Спортсмен! У Сейнболт! О, с первого поворота не вписался. Не, ребята, это просто не норма. Посмотрите, он бежит, всю команду мочит, и осталось два человека уже. Просто посмотрите, замочил одного игрока. Ё-моё, я просто в шоках. Всё, и команда победила. Я не понимаю, только одно. Подписчик мне отправляет это видео. А почему вы его не кикаете? Зачем так делать? Уважаемые подписчики, если вы мне отправляете подобное видео, пожалуйста, кикать от чего-то такого. Ну зачем? Ну зачем? А мой подписчик ещё и керамбит его подобрал. Ну это просто трындец. Братан, зачем ты это делаешь? Это просто трындец. И где его ID? Как же без ID мы вас забаним? Да, ребята, вот такие вот видео отправлять точно не надо. Я просто не понимаю, зачем так делать? Он мне скинул только что ещё одно видео. И опять, всё, что я вижу, я вижу только ник. Вот, я вижу только ник. Но по нику я его никак не найду. Посмотрите, посмотри, как бежит спортсмен. Погнал, молодой. Фу. Просто, ребята, никогда не играйте с софтом. Короче, ребята, как вам идея? Давайте станем детективами. Я вижу ID их противника. Сейчас я найду аккаунт противника. Потом найду именно этот матч. И найду ID читака и его забаню. Вот это я мозг. Вот это брейн. Погнали искать по этому ID историю матча этого игрока. Так, ребятки, неплохо, неплохо, неплохо. Мы его нашли. Ага, сики. То есть мы видим то, что это вообще полные новички. И мы прямо сейчас историю матчей. Она пуста. Чего? А, то есть получается, это была закладка бомбы. А, ну тогда получается, мы этого читака никак не найдём. Ну капец. Ребят, пожалуйста, всегда присылайте мне ID. Ну что же, ребята, рубрика в мире животных продолжается. Мой подписчик бежит. И тут на тебе, снайпер. О, у него даже ID нету. У него ID нету. Так, а что знает такой ID? У него ID нету. Я просто в шагах, как мне это делают? Как они это делают? Это просто самый, наверное, жёсткий счет, которого я когда-либо видел в жизни. Посмотреть, у него нет ID. Так, давайте ещё раз проверим. Давайте ещё раз проверим. Это просто нереально. Так, не, это нормальный тип, это нормальный тип. Вот, 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 опять, опять, опять. Это просто трындец. Так, ребята, мне очень-очень надо, чтобы мой подписчик показал ID этого парня. Пожалуйста, подписчик покажет или нет? Подписчик! Это просто рез. А только не веришь, что он ID не покажет. Я просто не верю. Ты адекватный! Не, реально, почему? Я смотрю все видео, он ID не показал. Надо просто зайти в профиль этого человека, и там покажется ID. Надо зайти в профиль этого человека, и там покажется ID. Я просто в шагах. Ну, а вот сейчас, ребята, надо максимально аккуратно, потому что я в последнее время начал находить всё больше и больше беспаленных читаков. То есть, они понимают, что если будут киляться подряд, то им просто-напросто идут бан. И они стали беспаленными, как вот этот парниша. То есть, посмотрите, у него медаль ветерана платиновая. Но при этом у него, как мы потом посмотрели в статистику, у него там буквально 30-40 часов. Прямо сейчас, ребята, я нашёл этот аккаунт. Как мы видим, в этом аккаунте 50 уровней. Но при этом у него даже нету звания в соревновательном режиме. Зато стоит чемпион в союзниках. Ну, а теперь самое-самое главное. У него 50 уровней, запомнили? И у него всего лишь 9 часов. Я надеюсь, что всем понятно, что если, например, вы видите человека, у которого 10-15 часов. Но при этом у него есть медаль платина, тем более ветерана, то это 100% читак. Как мы видим этого парника? Д5-17. Процент побед 95% побед. Просто давайте посмотрим на его игры. Ааа, его уже забанила система. Обалдеть. Разработчики, спасибо большое, что вы сделали, по всей видимости, нормальный течит. То, что хоть кого-то он начал уже банить. Просто, ребята, посмотрите. Он делал по 32 килла. Он делал по 32 килла. Да, конечно, когда я сказал то, что надо беспалевно, я немножко погорячился. Потому что, ребята, он трындец какой палевный. Ну, а сейчас, ребята, будет самое приятное. Потому что мне скинули читака стримера. Да-да-да, это стример. Ну, чё, братик? Я тебя поздравляю. Вот твой айди. Тебя отправляют в банк. Притом не просто. Не в обычный банк, как всех. А в банк по железу. Потом, братишка. Будешь знать играть с софтом. И ещё и на стриме. Ты из-за этого, конечно же, отлетаешь. Посмотрите. 130 кд. 13 часов. Просто, ребята, ну это нереально. Пишет мне Егор Лунник. Даже Лунтик. Я бы его так назвал. Ему так больше подходит. Сейчас поймёте, почему. Кен-то пока. Это мой друг. Провериваю наш софт. О, типа бронза. Ну, окей. Мы проверим. Ну, что же, ребята. Только что мы зашли на этот аккаунт. И давайте смотреть, что и как. У него уже стилер 2. Довольно-таки неплохо. А вдруг это реально читак? Давайте посмотрим, какой у него процент побед. 56%. Когда я 1.22. То есть, кд самый-самый обычный. И давайте посмотрим историю матчей. У него одни победы. Одни победы. Ё-моё. Посмотрите. Не, ну, братан, неплохо играешь. Давайте-ка мы ему напишем. Братан, это кент АПК. Напишу. Братан, это кент АПК. Удаляй софт. Чисто припугнём, посмотрим на реакцию. Потому что, ребята, если он не читак, то ему нечего бояться. Если он читак, то он, конечно, скажет. Кент АПК, извини. И мы его забаним. Посмотрите, ребят, на этого малыша. Парниша с бессмертием просто бегает. Ох, ребят, ребят. Кажись, сейчас кто-то летит. У него ник Нави. Не, ну, чисто игрок Нави. Чисто типичный игрок Нави. Да, ребята, посмотрите. С бессмертием бегает. Ну, ясен пень. Ребята, у него бессмертие. Давайте посмотрим, что он будет делать, как только начнётся игра. Потому что мне очень интересно посмотреть. Если это реально софт и это не какой-то там бах, то тогда мы ему отправим путёвочку. Оформим путёвочку на банановый стрел. А ну-ка, у него одна ХП. Я просто не понимаю, как это работает. Он с одной ХП бегает. Так, что же он будет делать? Так, а он просто, просто бежит. Даже не бежит. Он как-то сидя идёт. Я не знаю, как это можно написать словами, ребят. Ну, ясен пень. Ну, такого парня надо оформлять на банановый стрел, потому что это 100% читак. Ну, а прямо сейчас, ребята, я вам покажу всю суть нашего комьюнити. Прямо сейчас какой-то человек пытается его кикнуть. Вот сейчас, смотрите. О, мой подписчик. Красава! Красава! Мой подписчик. Вы видели все. Пытается его кикнуть. И, конечно же, все против. И зачем вы тогда жалитесь на читаком, если вы сами против? Вы сами ничего не хотите делать? Ребята, реально кикайте. Кикайте. Что вы делаете? Что вы творите? Я просто в шагах. Мне реально очень обидно с такой комьюнити. Он просто посмотрел. Он просто бегает с бессмертным, всех мочит. Ну, вы считаете, это нормальная игра? А теперь, ребят, смотрите, самое интересное. Игра только началась. И теперь смотрите сверху на табло. Первый человек пропал. Второй человечек пропал. Сейчас надо сделать минус три. Просто, ребята, бегает с одной КП и мочит всю команду. И никто не хочет его кикать. Это ненормально. И знаете, что самое-самое неприятное? То, что его ID нет. Чтобы увидеть ID этого читака, надо зайти к нему в профиль. Ну, а мой подписчик почему-то не может зайти к нему в профиль. У него невидимые ID, понимаете? Ну, а теперь смотрите всю суть нашего комьюнити. Если вы прямо сейчас обратите внимание, они кикают не читака. Они кикнули просто своего тиммейта, чтобы дали больше ВМР. Это нормально. Это нормально! Запись идёт! Просто трындец. Разработчики, пожалуйста, дайте банк-код за то, что кикают своих тиммейтов, чтобы получить больше ВМР. Хотя есть читак. Вот я не знаю, как это написано словами, но тоже надо банить таких людей. Я просто впервые вижу, насколько наглых людей. Короче, ребята, я прямо сейчас попробую найти... Вот, 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 вот. Короче, ребята, я прямо сейчас поднимаю ID в сообщениях. Попробую найти этого читака. И попробую найти эту игру. И попробую найти его ID и его забанить. Ну, а сейчас, ребята, вы просто будете в шоках. Потому что, да, я нашёл! Я нашёл того самого игрока Na'Vi. У которого есть платиновая медаль. Рангмастер. А ну-ка, сколько у него часов, как думаете? У него 61 час. То есть, я надеюсь, все понимаете, что если у игрока платиновая медаль. Или даже серебряная, и всего лишь 61 час, то это 100% читак. Потом, братишка, мы тебе нашли. У тебя ID 110646006. Ты можешь скрыться от моих подписчиков. Но от кента ПК ты не скроешься. Жди банк. Ну, а прямо сейчас, ребята, поаккуратнее. Потому что у нас очередной любитель прострелов. Так, ну что же, смотрим. Ты шо? Вы посмотрите, с какой дистанции он попал. Эмти, мы тебя забаним. Подожди, он в клане стоит? Стопы? Он застает в клане? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Мы сейчас посмотрим, что же это за клан. Вот мой подписчик уже помог найти его ID. 1, 2, 9, 0, 4, 3, 3, 4, 3. Братик. 27 кдм союзников. Да ты что? Какой беспаленый. Какая ты умничка. Какой ты киберспортсмен. Ты получаешь банк. Всего тебе хорошего. Чао, какао. Ребята, я только что нашел его профиль. Вы просто посмотрите на эту статистику. У него не единое поражение. Не единое. А не, одно поражение есть. А ну, крайне интересно, это кто? А-а-а! Против него попался другой щитак. Я просто ору. Ха-ха-ха! Блин, ребята, то есть смотрите. Там, где он проиграл, против него попадался другой щитак. И посмотрите, самое главное, что его не забанили. Потому что если бы его забанили, было бы написано в истории матча и результат отменены. Ничего, дружище, мы тебе поможем. Ой, у тебя еще есть очень крутой клан. Очень классный, очень крутой. Давайте смотреть остальных участников клана. Потому что мне очень интересно. Том, кто же это такой? Ну, тут вроде бы все чисто, я не понимаю. Ну, вроде бы нормальные игроки. То есть тут нет щитакова, посмотрите. Просто, ребята, посмотрите. Все нормальные игроки. Вот реально, ну нет софта. Почему у них в клане щитак? Я прямо сейчас не поленюсь. Я потрачу время. И я прямо сейчас напишу лидеру клана, то, что у них в клане щитак, чтобы не его исключили. Так, слушайте, вот этот парень... Стоп, стоп, стоп. А кто вот этот парниша? Подождите. Подождите, подождите, подождите. Это вроде бы как не щитак. Но они в тиме, они бустятся вместе с ним. Они бустятся вместе с щитаком. Так получается, вот этот парниша, Диксис, тоже улетает в бан. Они все вместе в тиме были. Вот засранцы. Ты улетаешь в бан. За буст, а вы что, не знали? За буст тоже улетает в бан. Так, остальные участники клана вроде бы как адекватные. Давайте посмотрим, что лидера клана. Да, вроде бы как адекватные. Ребята, просто посмотрите, как же много щитаков в этом клане. Так, вот этот парень, вот этот парень тоже вроде бы не щитак. Так, короче, как минимум два участника с этого клана, они улетают в бан. Ну, а прямо сейчас, ребята, мне нужна ваша помощь. Потому что я не знаю. Прямо сейчас, как вы думаете, напишите в комментариях, это щитак или нет. Просто посмотрите. Захожу к нему в профиль. Все окей. Бронза 4 и Сильвер 2. Это реально маленькие ранги. У кента гораздо выше. КД 0.69 в соревновательном режиме. Все нормально, да? Бла-бла-бла. В союзниках. В союзниках тоже 0.69. Все нормально. Но если мы зайдем в общую статистику, то там КД 32.69. У меня только один вопрос. Что же это? У него 338 тысяч килов. И всего лишь 10 тысяч раз его кельнули. Ребята, просто посмотрите. Очень подозрительно играет. Я не знаю, это щитак или нет. Поэтому я вас очень сильно прошу. Прямо сейчас. Напишите в комментариях, как вы думаете, это щитак или нет. Потому что, ребята, это просто максимально подозрительно. То есть, если, говорю, посмотреть союзники. Стрениватель режима. Стори матчей. Все окей. Нормальный игрок. Но если я зайду в общую статистику, то тут, ребята, просто что-то с чем-то. Подопишите ваше предположение в комментарии. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Прямо сейчас подпишитесь на мой канал, потому что для новых подписчиков я, ребята, разыграю Хэллоуин Сникер Пак. Прямо сейчас подпишись, напиши комментарий и прожми любой хороший лайк. С вами был ваш Кентуха. Обнял, приподнял. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.